Продолжим грамматический разбор суры «Аль-Алюкс Густо Крови». Мы остановились на 13 айте «Ар-Айта ин Кэддаба ватавалла». Как ты думаешь, если он посчитал ложу и отвернулся? В предыдущего двух урока мы подробно поговорили о грамматическом разборе предложения «Ар-Айта». Так, это предложение приводится в трёх аятах. В первом мы сказали, что из двух прямых дополнений упомянуто первое дополнение, первое прямое дополнение, т.е. «Зукираль маф'улу лаул», это у нас относительно смене аль-Лиды. А второе прямое дополнение «Аль маф'улу сани» «Махзуфан удалено», мы сказали, что на него указывают упомянутое дополнение в 14 аяте. А во втором аяте «Ар-Айта ин Кана аля л-Худа», мы сказали, что удалены оба прямых дополнения «Аба маф'ул бихи». Первое прямое дополнение понимается с первого аяты «Ар-Айта л-Лиды ин Ха», т.е. это у нас «Ал-Лиды». А второе прямое дополнение «Маф'ул бихи сани» понимается с 14 аяты «Аля мя'алам би анна Аллаха и Ра». Т.е. второе дополнение «Аль маф'улу сани» — это у нас удаленное вопросительное предложение, как мы уже упоминали. «Аль жумна ту л-Стифамию ту л-Мукадрату». Что касается предложения «Ин Кадзаба вата вала», то его «Ираб» — грамматический разбор, точно такой же, как и у предложения «Ин Кана аля л-Худа ау Амара бит-Таква». Так «Ин» — это у нас «Махалля л-Хамини л-Ираба», а предложение «Не будет иметь места в падеже», т.е. не будем все это повторять. «Тау Аллах и Раб» — это у предложения точно то же, как и у предложения «Ау Амара». Следует отметить, что «Маф'улу кадзаба» — прямое дополнение глагола «кадзаба» — будет «Махзуфан» — удалено. Например, «Ин Кадзаба хадан-нахиен-наби». То есть, если этот считающий ложу, например, если этот запрещающий, посчитал лжецом пророка, алейхиссалам. Следующий айт у нас «Алам я'лам би анна Аллаха и Ра» — «Разве он не знал, что Аллах видит». «Алам я'лам» — «Аль хамзату лили стифам и лили инкариев» — «Лили стифам и лили инкариев» — т.е. вопросительные частицы служат для выражения порицания. «Ау лит-Такрир» — или же для утверждения, подтверждения. «Мабню аля фатвы» — с неизменяемым окончанием сфата на конце. «Лля Мы хальный хумин Аль-Играви» — «Не меняет места в падеже». Глагол «настоящего будущего времени» Можзуман билам поставлен частицей ламб в состояние джазма Усечённое состояние Усечённое наклонение У аламу ту джазме признак состояния джазма в этом глаголе Сукун на ахри Сукун на его конце Уфаилу ху и уфаиль действующее лицо это Бамирун мустатирун фи хи Джавазан Скрытый в нем в допустимой форме местомения Тақдиру ху хуа, который вырзан местомением хуа Вальфиулю маа фаиле глагол «я'ламу» вместе со самим фаилем действующим лицом Все это жумлятун фи алитун глагольное предложение Фимахал-ли-насмин на месте паджа на спиниттену падежа Будет мафуул бихи та-нин второе прямое дополнение глагола Ра в предложении ара-айта Авал мафуул аль-аул а первое прямое дополнение аль-мафуул аль-аул это у нас худдамиру аль-айду или лиды Это будет местомение аль-ха, которое возвращается к относительному местомению аль-иды, то есть возвратное местомение Аллаху алам Дальше би ана аль-ба это харфу джардин за идун лид-таакид То есть это предлог родиттену паджа Который тут добавлен просто для усиления смысла Мабдя аля кастрин с неизменяемым окончанием с кастрин на конце Или же мы скажем про ба, что она харфу джарин аслин А ана это у нас харфу тавкидин в наспин в масдалин Частицы усиления и наспа в виниттену паджа То есть инсабул исма в ярфаул хабара Ставит свой исм в состояние нас в виниттену падеж И хабара в состояние рафа имениттельную падеж Имя-Величие Аллах 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 Это у нас Исму-Анна Исму-джалля Это Исму-Анна Имя-Величие является Исмом Именем частицы анна Мансум-бабиан поставлен частицы анна В состояние нас в виниттельную падеж Глагол настоящего будущего времени. Морфон поставлен в состояние рафа, изъявительное наклонение. Почему ли таджар рудихи миннанасаби вальджазм? Так как он свободен от амена фактора наспа и джазма. У алямата рафаи признак состояния рафа этому глаголе аддаммату лмукаддарату аля ахириха. Скрыта на его конце огласовка аддамма. Манаамин азлхуриха адтадзур. Проявиться которой помещала невозможность дать огласовку алифу. То, что алиф не принимает какую-либо огласовку, никакой огласовки. У фаэлюх и у фаэль действующее лицо это у нас. Домирон мустэтрун фи хиджавазан. Скрытый в нем в допустимой форме местомения. Тақдиру ху хуа, которая выржена местомением хуа. У альфиулю маа фаэллих глагол яра. Вместе со своим фаэлем жумлетун фиалетун. Глагольное предложение. Фи махалли раф иннамесе паджа раф именитину паджа. Хабару анна. Дальше мы говорим, что частица анна со своими истмами и хабарам. Все это фи тауэлил мастр, фи тауэлил муфрад. Рассматривается как мастр, как имя. То есть как имя действия, как глагольное имя, как одно целое. Ин кульна иннальба заедут. Если мы скажем, что ба это ба заедут, то есть добавленное для усиления. То есть как будто ее нет в разборе. В этом случае мы скажем про получаемо, выводимо, извлекаемо мастер, что он валь мастер фи махалли наспенамесе паджа, наспенитину паджа. Саддама саддама фаулей яралм. То есть кама ма кама ма фаулей яралм. То есть закрывает собой два прямых дополнения глагола яралм. То есть кама ма кама ма фаулей яралм. Стоит на месте двух дополнений этого глагола. Если же мы скажем, что альба тут харфу джарин аслин, что ба не является добавленным, а имеет свое основное значение. То в этом случае мы скажем, аль мастер фи махалли джарин бельма. Мастер будет на месте паджа, джар, посредством харфа ба. Валь джару валь маджрура, затем харфа джар ба. И находяющиеся посредством него на месте паджа, джар, извлекаемый мастер, то есть имя действия, все это будет муталлигом яралм. Состоять в смысловой связке с глаголом яралм. Аллаху алам.